Здравствуйте, друзья! Видите ли вы меня? Мы начинаем наш обновлённый курс французский через новости совместно с Ронкотекой и Библиотекой иностранной литературы. Я вижу, что вы меня видите, всё здорово, и я могу читать всё, что вы мне пишете. Представляете, сейчас буду, в общем, говорить с вами. Представляюсь, пока ждём остальных. Меня зовут Ли Юлия, я преподаватель французского языка, я работаю обычно в школе французского языка в Москве. Сейчас я уже живу некоторое время во Франции и, надеюсь, скоро время не вернуться. Этот цикл мы сделали для того, чтобы я могла поделиться с вами актуальными какими-то новостями. Изначально мы делали это в контексте коронавируса в основном. Сейчас я смотрю, что уже появляются другие новости интересные. Сегодня я выбрала лексику про... Это экономическая такая терминология, там банк центральный, валюта, европейская вот эта... Единое валютное пространство. То есть, мне кажется, это будет интересно. Все урочки у нас сделаны таким образом, что можно найти для себя что-то полезное от уровня А1+, до В1+. Может быть, даже на уровне В2. То есть, каждый выбирает себе тот аспект, над которым стоит поработать. Это может быть чтение, это может быть лексика, грамматика и какие-то мои ещё комментарии. Я их даю постоянно. Сегодня, кстати, у нас их сколько? 34 целых. Если вы у нас впервые, напишите, пожалуйста, впервые у нас или нет. Слышно и видно, здравствуйте. Ну, это здорово, у нас и слышно и видно. И я не торможу, что тоже не может не радовать. Напишите, пожалуйста, кто в первый раз. А другие напишите тоже интересно, сколько вы посмотрели новостей. Пока вот мы ждём всех остальных, потому что я слышала, что некоторые не хотят смотреть прямой эфир, поскольку всё тормозило. Теперь у нас ничего не тормозит. Можно смотреть в прямом эфире, и ничего нас не смущает. Так что я думаю, что будет побольше людей. Уже вчера было достаточно много людей. По-моему, не буду сейчас сочинять, но вот было много достаточно людей. Вот, вижу Татьяну Бужух. Сколько посмотрели новостей, очень интересно. И у нас там постоянно повторялось. Мне кажется, каждая новая новость была всё понятнее и понятнее, как мне казалось. За некоторым исключением, когда появлялось что-то совсем, совсем такое необычное. И сейчас у нас будет совсем другая новость. И про коронавирус мы сегодня не будем говорить. Да. Валя, статью. Всё посмотрели, Стелла? Хорошо. Статью мы вам должны были выслать, если вы зарегистрировались. Регистрироваться вообще очень полезно. Мы вам всё высылаем. Вы самые первые в курсе всего. Так что проходите по ссылочке, которая указывает франкотека. И там всё есть. И, кстати, подписывайтесь на страницу франкотеки, потому что там всегда всё, они быстрее, чем мы работаем. Вот. Они прям всё-всё быстро отправляют. И вообще, то есть вы будете самые передовые с ними. Супер. Супер-супер. Анастасия, спасибо вам большое. Ирина, тоже спасибо. Бонжур. Третий урок смотрите Катерина. Так, и дакор. Двенадцать посмотрела Мария, а Ольга посмотрела пятнадцать. Пятнадцатая сейчас у нас, да, идёт с вами. А, с праздником всех, с праздником труда. И мы проводим его. Как и подобает проводить праздник труда. В труде, в приятном, изучая французский или вещая что-то о французском. Супер. Вы сегодня... Тоня, какая радость. Тоня поняла всё обращение Макрона к нации. Ну, что может быть лучше? Потому что здорово. Здорово. Двен три четырнадцати с четырнадцати, Мария пятнадцать. Браво. Ну, вот вообще вы просто супер. Но, в принципе, можно позавидовать тем, кто не посмотрел, потому что много всего интересного впереди. И ещё раз говорю, рекомендую вам смотреть от начала до конца. Сегодня, в принципе, второй раз уже не слишком критично, что вы не скачали статью, правильно же? Потому что вы всё, что я вижу, будете также видеть. Я на это надеюсь. Первая статья, как я буду работать. Спасибо, Алёна. Я буду как работать? Я буду читать сначала статью. Если у вас уровень от А2 плюс и В1, вы просто слушайте, не смотрите в текст. Ваша задача сконцентрироваться на том, как вы понимаете этот текст, не работав ещё с ним, не поработав. Если у вас уровень меньше, чтобы стресса не было, вы смотрите в текст так же, чтобы уже какая-то у вас опора визуальная была. Это тоже будет полезно. Потом я буду разбирать с вами лексику, переведу всё, прям статью, слово в слово. И предпоследний этап – это когда я буду вам различные моменты какие-то рассказывать, грамматические или употребительные, например. Это очень полезно и интересно. И я вам рекомендую всегда делать какие-то пометки самостоятельные, и потом искать свои примеры или придумывать примеры, чтобы это всё лучше усвоилось. В самом конце я читаю эту статью ещё раз. И рекомендую всегда не смотреть уже в статью вообще никак, чтобы со слуха воспринимать. Я стараюсь читать не очень быстро, не очень медленно, более-менее так вот, чтобы натуральный такой ритм был естественный. А вы уже потом не пишете через дробь, что какой результат, какая прогрессия у вас через дробь. То есть я поднимал 20%, потом 10%. Никто не волнуется, если вдруг у вас много непонятной информации. Вся вот эта вот лексика, весь этот материал, он не адаптирован. Вот мы сейчас как раз-таки в процессе с вами адаптации находимся. То есть неадаптированные статьи читать на французском и на каком-либо другом иностранном языке всегда сложно. Люди даже когда, в принципе, долго уже изучают язык, этого не могут иногда делать, не понимают, о чем написано. Вот мы все с вами эти конструкции пересматриваем. Это красивый язык, в принципе. Тут хорошо пишут. Не будьте себе слишком строги. Если у вас уровень А1, если вы 20% статьи поняли, потом еще можете над чтением поработать, над акцентом поработать, и вот 20% усвоили, это ваш уровень, пока вы должны быть довольны собой. Если у вас уровень А2, на уровне 40%, вы добились, понятно вам, и грамматика, и лексика, и читать вы можете. Это уже очень хорошо и так далее. То есть в зависимости от вашего уровня. Но хорошо, но хорошо, но хорошо. Мы будем, мы будем, я думаю, что надо начать. У нас, да, 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 да. У нас, да, 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 да. У нас, да, 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 В этом случае, вы увидите, что, после того, что в цифре, университет не имеет значение «с». Аси, в цифре имеют 5, 10, 20, и так далее. В этом случае, у нас есть пиески 2, но, в том, что франц, пиески и пиел, в том, что при этом, по-другому, по-другому, по-другому. Одну секунду. 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 Скажите, пожалуйста, понравилась ли вам статья? И, в принципе, пока всё. Как вы к ней вообще? Для меня она слишком большая. Вчера была поменьше статья, мне было легче читать. А тут я уже такая приутомилась в конце. Много ли незнакомых слов? Я думаю, что, в принципе, она должна быть достаточно понятна всё равно. Не так, чтобы прям страшно-страшно-страшно. Скажите, пожалуйста, кстати, да, напишите, какие у вас уровни. То есть это очень интересно. А1, если вот кто-то не знает, А1 – это уровень, вот человек, который учит от года, ой, от месяца до нескольких месяцев и уже может, например, в принципе, базовую грамматику уже выучили. Или артикли, времена после композе им парфет уже выучили и так далее. То есть уже какие-то легкие фразы и предложения изъясняться там в магазине и так далее можно. Это А1, А1+, когда уже достаточно свободно и чуть побольше, можно сказать. А2, лексика уже более идёт вообще широко, и грамматика там уже и местоимея немного, прямые, косвенные дополнения. И вот B1 дальше и дальше и дальше, думаю. Вара, B1, B1, супер. Угу, B2. B2 вряд ли за три месяца можно выучить B2 за три месяца. Пока жду ваших ответов. B2 – это человек, как 17-летний ребёнок, в принципе, должен разговаривать. В своей стране 17-летний ребёнок. Почему? Потому что B2 сдаёт экзамен для того, чтобы поступить в университет. И в университете человек должен уже работы писать, делать доклады. Причём там ещё много формальностей. Это не просто лексика на разные темы, на какие темы может общаться 17-летний человек, уже школу закончивший фактически. Это значит, он может какие-то небольшие документы заполнить. Он знает, ты можешь в каких-то лёгких таких выражениях о политике поговорить, об экологии, о праве и так далее. Ну и, разумеется, что-то обычное. Это не одежда, погода и так далее. Это уже человек, который читал, он читал, учил биологию, он учил физику немножко, тоже это всё знает. Итак, смотрите, ну, в принципе, если у всех, у кого уровень больше А2, то это всем будет комфортно. И вот, on y va. Это купюра, у нас это вообще как прилагательная, евровая купюра, банкнота даже. Ensuite, le pluriel, это у нас множественное число. Ensuite, être invariable, être invariable, быть неизменяемым, то есть не меняться в числе в данном случае. Le mode de paiement, le mode de paiement, это способ оплаты. Ensuite, circuler, circuler, циркулировать, а мы ещё говорим как бы вращаться на каком-то пространстве. То есть монету, вот эту вот валюту используют, чтобы она свободно ходила, можно так сказать. Дальше. Dans l'ensemble, во всей совокупности, там был у нас в целом Советском, вот этом, не Советском, а Европейском Союзе. То есть на этой территории, dans l'ensemble. Ensuite, l'union monétaire, единое вот это экономическое пространство, где валюта одна у нас употребляется. Ensuite, быть в обращении, супер, Мария, спасибо. La monnaie, la monnaie, это валюта. Les pièces, у слова pièces есть очень-очень много значений, а в данном случае это как монетки. Даже монета, потому что у нас будет ещё потом, pièce, это уже монетка маленькая. Дальше. La valeur, ценность. Какая ценность у этой монеты, например? Les coupures, купюры. Le franc, это денежная единица franc, раньше во Франции была до евро. Le passage à la monnaie unique, переход к единой вот этой вот валюте. Une pièce, монетка. Le centime, это cent. L'uniformité, это единообразие, вот одна форма когда, стремление к одной форме. Супер, merci beaucoup. Теперь повторяем, хорошо открываем рот и артикулируем, и смотрим, чтобы звук был свободный максимально. On ne va. Voilà, le billet, 1 евро. Le billet, 1 евро. Le pluriel. Le pluriel. Le mode de paiement. Le mode de paiement. Le mode de paiement. Le mode de paiement. La monnaie. La monnaie. Les pièces. La valeur. La valeur. Les coupures. Здесь очень интересно. Ку глубокое, у, а у на поверхности. Получается, надо звук сначала сделать задний, а потом передний. Это сложно достаточно. Les coupures. Чтобы у была у, а у была у, а у была у, потому что иногда получается два звука средних и похожих в итоге. Les coupures. Le franc. Le passage. À la monnaie unique. Génial. 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 Le passage. À la monnaie unique. Une piécette. Une piécette. Le centime. Le centime. À l'uniformité. L'uniformité. Voilà. И bon. Теперь я перехожу к статье и перевожу её. Перевожу, и вы слушаете, и потом задаете вопрос. Если что-то непонятное, формулирую я, могу неудачно сформулировать, так что вы прямо спрашиваете, если не поняли мою формулировку. Знали ли вы это, банкноты евровые не имеют множественного числа, argent, деньги, имя, название евро не меняется, чтобы этот способ оплаты смог бы быть в обращении на всей территории вот этого экономического валютного пространства, союза. Ensuite, если бы французский, если французский язык добавляет отметку множественного числа к евро, билеты, банкноты, пардон, не имеют зато никакого следа этого. То есть, когда мы говорим, мы добавляем, но на купюрах никакого множественного числа нет. Настолько, настолько часто мы привыкли говорить евро несколько, несколько или несколько тысяч в зависимости от ситуации, что мы имеем тенденцию забывать, что название валюты европейской пишется, а реалите на самом деле, евро без с. Эс. Это французский язык, который добавляет туда эс, когда этот термин используется во множественном числе. До этого момента, жусь каля, то есть вот пока вот объяснение идёт, нет ничего особенно необычного. Асулит – это необычное очень-очень. А тут ещё особенно необычное очень-очень. То есть вот асулит – это даже более необычно, чем безах. Дальше. Мы даже, кстати, видели рубрику «Иссулит» здесь в газете. Да, ну вот, то есть следующий момент. Когда-либо вы… «Пrendre le temps» – это, то есть, никуда не торопиться и что-то делать. Как в английском тоже «take your time», да, то есть никуда не торопись, бери своё время. То есть брали ли вы когда-то своё время, чтобы внимательно, обсервая это, внимательно, посмотреть монеты и купюры в вашем кошельке. Посмотрев туда поближе, вы констатируете, что на обороте ценность написана цифрами. А вот это вот… И вот это вот «эро» не берёт, не принимает эту «эсс». Таким образом, купюры обозначают 5 евро, 10 евро, 20 евро и так далее. Точно так же дело обстоит с монетами 2 евро. Однако, во времена франка монеты и купюры носили однозначно, без каких-либо сомнений, марку, вот эту отметку множественного числа. Нужда в одной форме, вот эта униформизация, я не знаю, есть такое слово в русском языке. Эта маленькая странность приходит в реальности от небольшой проблемы перевода. Никто иной, как Банк Французский, Банк Франции, объясняется об этом в брошюре, опубликованной в 2002 году и предназначенной… Достине, ну, предназначенной переведём, потом вспомню ещё одно слово. Может быть, вы, кстати, мне вспомните, как Достине ещё предназначенной. Моё предназначение, Достине, да, это оно слово. Предназначенное для того, чтобы ответить на все вопросы, опросы, связанные с переходом к единой монете в Советском Союзе. К единообразиевой. Дальше. На купюрах и на монетах слово существительное «евро» не изменяется, потому что этот способ оплаты должен быть в обращении на всей территории 12 стран вот этого монетарного союза. Сегодня их насчитывается 19 государств, в которых правила множественного числа различаются, и поэтому не ставится это «С». Дальше. Кроме этого, это необходимость единообразия, которая также привела к тому, что мы приняли этот несклоняемый, неизменяемый способ на монеточках красненьких, на которых выгравировано 2 цента, 5 центов, 2 центов. Вторая проблема перевода появляется в этом вопросе. И на самом деле слово «цент» официальная под субдивизион, официальная вот эта подмонетка разделения евро, которая, которая pose de difficulté, вот не знаю, как по-русски перевести хотя бы, чтобы это было более-менее нормально, которая создала сложности французским властям, как оправдывается, как утверждает Генеральная комиссия по терминологии и Национальный совет потребления, чтобы избежать вот этих аммонимов, которые будут смущать, которые будут мешать пониманию, вызывать трудности, доставляет трудности, вуаля, Мария, спасибо, которые доставляют трудности. Б2, вы должны помогать. И кто еще хорошо русский язык знает, вот и хорошо переводит, у меня перевод вообще... Стараюсь, стараюсь, собралась. Понимание, которое... Je ne la compréhension, то есть, которое мешает пониманию и таким образом еще и употреблению удобному монеты, термин sentime должен быть использован во Франции, уточняет Банк Франции. И теперь я сейчас все это скажу более-менее нормальным языком, как я это вот нечасто перевела. То есть, слово sans во французском еще и сто. И объясняется в этой брошюре, которая у нас называется... О которой выше говорится в первом параграфе. Они решили придумать другое слово, которое будет sentime, чтобы люди не путались, во-первых. А во-вторых, тогда больше будет это слово использоваться. Потому что если человеку сложно как-то в языке коммуницировать, одно и то же слово, какие-то вообще разные понятия обозначает. Ну, причем в контексте денег, да, sans и sentime. Sans это тоже может быть, в принципе, тоже к деньгам относиться. Поэтому они решили изобрести вот это слово sentime, но оно используется только во Франции. А в других странах это будет sent, к примеру. То есть, евро – общее слово, а уже проценты, они придумали новое слово. Voilà. Mais bon. Super. Так. Pensez-y la prochaine fois. Подумайте об этом в следующий раз, когда вы будете reporter mon temps. Они же пользуются чековыми книжками. Вообще, очень много людей пользуются чековыми книжками. И когда вы в чековой книжке, нужно написать прописными буквами сумму. Ну, у нас тоже, если на каких-то документах пишется. Так подумайте об этом в следующий раз, когда вы будете переносить сумму вашей покупки прописными вот этими буквами на чек. Перевела. Вы это выдержали, и я это выдержала. Теперь будем смотреть с вами грамматику. Voilà. Смотрите. Первое. Мне здесь интересует вот это pour que, для того, чтобы. Для того, чтобы, вот это pour que. И дальше во втором предложении, в передаточном, у вас всегда будет субжонктив. Давайте придумаем какие-то примеры. А вы придумайте дома самостоятельно свои примеры. Например, Кстати, вот, пока я вам объясняла. Вы сейчас создаете примеры, но у вас должно быть подлежащее в двух примерах разное. То есть я не могу про себя сказать, например, Когда «же» и «же» в двух фразах, лучше сказать «пур пэрдро дэ кэлло». А, например, Я приехала, чтобы ты смог со мной поговорить. Например, Я купила телевизор, чтобы моя мама смогла его смотреть. Или, например, Я приготовила есть, чтобы моя собака не была голодная. Понятно? То есть запомните, разные подлежащие. Вы что-то сделали, чтобы другой кто-то сделал еще что-то. Это понятно? Если у вас уровень меньше, чем B1-1, то это будет труднее понять, потому что субжонктив мы еще пока не изучаем. Вот на уровне А2, может быть, встречаем, но прям, чтобы изучать-изучать, это трудно. Если вас интересует эта тема, у нас есть грамматический, называется грамматический курс, по-моему, что-то такое в плейлистах в Ютубе, и там целых 10 видео по субжонктиву, если прям совсем не терпится. Вон, мы будем. Дальше. «Dans l'ensemble, dans l'Union Européenne». Обычно, например, я могу сказать «en l'Union Européenne». Это как будто бы я живу, например, в Европейском Союзе. Но когда употребляют «dans l'ensemble, dans l'Union Européenne» каких-то географических таких моментов, как будто бы какие-то вот такие прям высокие стены построены, и я вот по этому периметру передвигаюсь, но за его рамки не выхожу. Прям вот «в». Я живу в центре города, я в Европейском Союзе. И тут как раз-таки речь была, что только в Европейском Союзе у нас циркулирует эта монета в обращении. Ну, да, génial. Ensuite, «en revanche», мы с вами уже видели, что-то, чего-то не хватает, а во втором идет небольшое такое смягчение. Например, «Я не купила огурцов en revanche, j'ai acheté deux tomates». Ну, конечно, это немножко такой высокий слог. Про томаты и огурцы вряд ли кто-то будет «en revanche». Ну, то есть аргументы какие-то. Я, например, покупку какую-то, если дискутировать, обсуждать, то, например, мы не стали покупать это и это, но мы, может, купили что-то другое. Может быть, вот это, что-то побольше, машину или дом и так далее. Тут уже, может быть, как-то сработать. En revanche. Посмотрите примеры в Твиттере, чтобы у вас все это закрепилось. И прям припишите себе. Ensuite, Отрицание Двойное отрицание «Па» нам уже не нужно, потому что в этом слове уже спряталось отрицание «никакое». «Зачем нам па» уже не нужно. И еще «Окюн» и «Окюн». «Окюн» – мужской, «Окюн» – женский. Это легко запомнить, потому что там как бы артикль у нас. «Окюн» – «Ан», «Окюн» – «Юн». И всегда только в единственном числе. Напишите себе примеры. Я вам уже, по-моему, вчера или позавчера говорила, что у нас, например, они часто это употребляют в выражении «Понятия не имею». «Окюн» – «Окюн» – «Дэ». Так. Надеюсь, если вдруг я быстро прямо говорю, останавливайте меня. Но, в принципе, меня можно потом перекрутить. «Илэй курон» – «Очень распространено», «Очень часто». «Илэй курон» – «Дэ». «Илэй курон» – «Дэпансэ», «Очень часто люди думают». То есть безличное такое. «Илэй курон дээштээй», «Что-то часто покупают» и так далее. По поводу «Илэй», кстати, конструкция, вы можете увидеть эту конструкцию, а может «Ил» заменяться на «Сэ». «Сэй курон». Точно так же «Илэй нормал», «Сэй нормал», «Илэй пусиблю», «Сэй пусиблю». «Сэй» – это более разговорная часть и вообще, в принципе, чаще говорят «Сэй». Тут эта статья всё-таки в газете, в медиа, то поэтому они употребили «Илэй», потому что всё-таки положение обязывает. А так, когда человек о чём-то говорил, он бы сказал «Сэй». «Сэй лэй лэй ситиуаціон», я вас знакомила с «Сэй лэй», и это было, например, «Сэй лэй сет артиклю», согласно этой статье, «Сэй лэй сет этюд», согласно этому исследованию. Здесь «Сэй лэй» переводится как «в зависимости», «Сэй лэй ситиуаціон», в зависимости от ситуации такое и такое бывает. Ну, жэспер, ça va. Ensuite, «Авварь тенданса», «Имэть тенденцию к чему-то». «Илэй тенданса» «Адир дебитис». У него какая-то такая мания пошла, ну, не мания, то есть чаще-части что-то происходит, все слова «тенденцию» понимают, потому что мы его не употребляем, он все чаще-чаще стал какие-то глупости творить, например, или «Атенданса», или в обществе какие-то бывают, «Она тенданса а пасе плюс дэйтон с ювэй интернет, а сурту пандан лэй куфинно». Мы сейчас, у нас тенденция проводить больше времени в интернете, ну, сейчас, особенно в процессе самоизоляции, но мне кажется, даже так, без этого всего, хотя, наверное, мы все устанем уже от интернета, когда это все закончится. Дальше, «секрир» это глагол, глагол возвратный, я надеюсь, что вы все их видели и слышали, эти возвратные глаголы, но, может быть, вы не слышали о том, что возвратных глаголов у нас четыре типа. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы о том, что у нас четыре типа возвратных глаголов? Напишите, пожалуйста, слышал или не слышал, чтобы я понимала, а то если вы будете плюсы писать или минусы, я забуду, какой вопрос был. Почему мне это интересно? Потому что, если вы это себе усвоите, что у нас есть четыре вида возвратных глаголов, вам будет и по всякому позу и легче, там есть согласование и какие-то моменты, и вам самим будет легче создавать эти глаголы. Если вам интересно, у нас также есть в разделе грамматика возвратные глаголы, тема. Не слышали, да? Не слышали, напишите, чтобы там я вспомнила потом, когда буду смотреть ваши ответики. Вот, так вот, у нас есть в разделе грамматика на YouTube это информация. Прямо долгое видео, и если вы никогда об этом не слышали, оно, может быть, даже так вас немножко загрузит. Сейчас не буду рассказывать про все четыре типа, а вот только про этот один. Почему? Потому что это возвратный тип пассивную форму выражает. Что это значит? Ну, например, слово евро не пишется, разумеется же, оно не само пишется. Правильно? Его пишут. И вот это, вы можете, в принципе, из любого глагола практически сделать эту пассивную форму. Например, вы видите какое-то необычное блюдо? Вы в Японии. Вот Наташа смотрела, и хорошо, да, то есть вот Александр тоже смотрел у нас на онлайн-курсе, я думаю. Вот. Посмотрите. Если я не забуду, я скину сюда ссылочку на это все. Так вот, например, вы едите какое-то необычное блюдо, еще пока не едите, а хотите его есть, и вы скажете, например, как это естся? Или, например, мама может ребенку сказать, там ребенок, ну, ребенок что-то не то сделал, она говорит, ça suffit pas, это не делается. Или вы, наверное, слышали все вопросы, например, как comment ça se prononce, как это произносится, тут как comment ça se khi, как это пишется. Подумайте, какие еще варианты вы можете придумать с этим. Например, даже, опять же, вы купили какое-то платье или какую-то рубашку, она вот, видно, что ткань нежная достаточно, и вы можете спросить у подавца, comment ça se lava, как это стирается, и, разумеется, к сожалению, оно не будет само стираться, его надо постирать. Voilà. Voilà, мы его. Так что, посмотрите это видео, и будет вам все понятно, но уже можете употреблять вообще возвратный глагол про все можно. Дальше. En réalité, мне понравилось выражение в реальности, en réalité, мы так не раз говорим, на самом деле, в принципе, мы говорим, наверное, на самом деле, но en réalité, мне даже нравится, как это звучит. Ensuite, тогда как переводится, посмотрите в предложениях, посмотрите примеры, потому что мы имеем тенденцию к тому, когда мы переводим с русского, наверное, на французский, часто мои ученики заменяют там, где можно было прям красиво поставить лёгский, ставят как. Как вообще редко используется. посмотрите в интернете, в примерах, вам прям действительно нужно вот это лёгский найти и 10 примерчиков написать, а может больше, прочитать, проанализировать, и вы тогда поймёте, в каких ситуациях оно употребляется. Но это если у вас уровень А2+. Дальше, rien de particulièrement insulite, что мне здесь нравится, вот это rien de, ничего особенно, особенно необычного. Почему? Потому что, как вы скажете, можете не говорить, вот подумайте, ничего страшного, ничего, например, ничего страшного, ничего интересного. Почему-то все забывают вот это de, а нужно, потому что, если вы скажете rien bizarre, это будет ничего странное. Чтобы сказать странного, чего, нужно добавить de. Rien de bizarre, rien d'interessant, rien de, rien de, не знаю, сейчас сказать что, что-нибудь ещё. Ничего вкусного, rien de bon, ничего вкусного там не было. Rien de je non, ничего такого, что могло бы смутить. И то же самое, что-то интересное, напишите, пожалуйста, как нам сказать что-то интересное. Вот на этом примере. Что-то интересное, можете написать что-то странное, что-то, что-то вкусное. Rien de graf, это было ничего страшного, да, rien d'interessant, а именно что-то, не ничего, а что-то, послушайте. Что-то, любой примерчик, ну вот именно мне нужно. Как вы это напишите? Rien d'interessant, rien d'e graf, rien d'e bon, а что-то? Никаких вариантов? Rien d'arge, ничего денег получилось, ничего денег. Это не то, это не то. Подумайте, я вам потом, когда увижу ответы, вам расскажу об этом, будет интрига, пока вы думаете. А quelque chose, voilà, Наталья написала, quelque chose, exactement, то есть смотрите, вот берете слово, тут было rien, что-то, а ничего, ничего, а что-то это quelque chose, и то же самое, ничего интересного, rien d'interessant, а что-то интересное, quelque chose d'interessant, и опять же говорят, quelque chose d'interessant, нет, quelque chose d'interessant, надеюсь, что это всем понятно, так что, ensuite, а non, prendre le temps, это выражение, что-то делать медленно, что-то делать, не то, что прям медленно-медленно, а что-то делать, не торопясь именно, мы делаем, то есть акцент в этом, не на медленности, а на том, что мы без суеты это выполняем, par exemple, я пришла домой, решила убраться, je prends mon temps, то есть никуда не тороплюсь, потихоньку делаю, и опять же, вы даете, например, кому-то какое-то задание или работу, человек говорит, когда тебе это нужно, чтобы я это выполнил, а вы ему говорите, non, prends ton temps, бери твое время дословно, то есть не торопись, когда сделаешь, тогда сделаешь, что у меня нет лимитов, вот, супер, дальше, observer, во-первых, значение, ну, в принципе, это, наверное, не очень сложно, это внимательно что-то рассматривать, а еще у меня очень беспокоит произношение, почему-то, я знаю почему, но все равно, это французский язык, и вот это se читается как se, observe, ни в коем случае не озвончайте ее, следующее выражение, а и, regardez de plus près, смотреть на это поближе, это просто вот как такую конструкцию, запомните и всегда ее употребляйте, а и, regardez de plus près, точно так же, пятнадцатое, ainsi, de suite, и так далее, и так, ainsi, таким образом, de suite, мы продолжаем, ensuite, il en va de même avec quelque chose, и также обстоят дела с, il en va de même avec, и вы придумываете себе примеры, про что-то вы рассказываете, про какую-то ситуацию, и потом, и точно так же, все у нас и там, например, pourtant, слово, которое нам помогает, делайте позицию между двумя идеями, например, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait du sport, j'ai encore quelque chose fait, pourtant, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué, когда одно противостоится другому, pourtant, употребляйте, это очень, мне кажется, красиво, потому что вообще в русском языке мы говорим короткими фразами очень часто, и вот это чтобы однако, в то же время, у нас мало вот таких вот, во французском, они называются connecteurs logiques, вот этих коннекторов логических, и если мы научимся их употреблять, значит, нам и свои мысли как-то получится легче организовывать. ой, Наталья, и для меня, я начала писать, и уже потом не могла остановиться, 34 вот этих выражений интересных, мне нравится belle et bien выражение, напишите, пожалуйста, как вы думаете, как оно переводится, belle et bien, потому что его трудно запомнить, и сейчас вы 5 секунд над ним будете думать, и, может быть, мы его как-то закрепим в голове, в голове, в голове, в голове, супер, как переводится, belle et bien, как вы думаете, но если, в принципе, не слышали, никогда-то трудно как-то думать об этом, али-зи, али-зи, belle et bien, я вам сейчас скажу, потому что уже, все равно, немножко опоздание есть между моей записи и вашей, это переводится, как однозначно, без каких-либо сомнений, то есть, нет других вариантов, belle et bien, voilà, вот, весь из себя интересный вариант, bon, voilà, и дальше, un besoin de, d'uniformité, nécessité d'uniformité, это еще раз предлог, вот этот de, помните, еще раз, ну, вы, наверное, забыть, забыть это невозможно, что у нас, когда предлог de, а дальше идет артикль партитивный, вот это du la, de и так далее, то остается только de, и в принципе, un besoin de l'uniformité, un besoin de, de l'uniformité, une nécessité de, de l'uniformité, и получилось, что осталось только вот это de, venir de quelque chose, происходить из чего-то, иметь где-то происхождение, то есть, откуда ноги растут, вот это venir de quelque chose, в нашей фразе сейчас буду читать, вы это проследите, ensuite, дальше, un souci, это какая-то забота, проблема, и они могут, они вот, слово проблема могут и не употреблять так часто, у тебя есть какие-то заботы, проблемы, я тебе чем-то могу помочь, вот они это употребляют, или, например, не волнуйся, не успокойся, сам справлюсь, выражение интересное, и вот вы можете это выделить, никто другой как, никто иной как, и, то есть, никто иной как банк Франции, дальше, быть предназначенным для чего-то, или для делания чего-то, destine à quelque chose, или à faire quelque chose, toutes les interrogations, прилагательное тут, которые у нас согласуются вроде числе, там дальше идут артикули, поэтому мы точно знаем, что это прилагательное, дальше, восьмое, être lié à, быть связанным с чем-то, почему написала, потому что ни в коем случае нельзя говорить avec, но мы с русского делаем кальку, что быть связанным с чем-то, а во французском être lié à quelque chose, ensuite у нас outre cette nécessité, кроме этой необходимости, привести к чему-то, conduire à quelque chose, или conduire à infinitif, adopter, принять какой-то вид деятельности, или, например, адаптироваться к чему-то, там адаптировать что-то, например, под себя, ensuite, le second, le deuxième, вы знаете ли разницу между le second и le deuxième, напишите, пожалуйста, знаю-не знаю, чтобы я поняла, на какой вопрос вы отвечаете, я пока буду объяснять, merci beaucoup, на первую войну, la second guerre mondiale, и, кстати, обратите внимание, как это произносится, second, le second, там g даже какая-то, да, не какая-то а-g, почему-то звук, и ö не произносится, ну, конечно, есть те, которые second говорят, но вообще second, так вот, la second guerre mondiale, это значит, что в третьей не будет, еще, например, бывают такие домики, в которых только три этажа, и, наверное, все практически знают о том, что первый этаж на французском не считают, то есть, если вот второй этаж в русском, это на французском первый, потому что, как бы, только то, что настроено, так вот, если в доме всего три этажа, они вот этот третий этаж будут называть second, и человек, который слышит, что, например, я вам скажу, j'abit au second étage, и вы уже поймете, что дом всего лишь трехэтажный, ну, во французском, как бы, двухэтажный первый не считается, то есть, нет больше этажей, а если человек говорит, j'abit au deuxième étage, то значит, и там еще и третий, и четвертый, и много этажей, надеюсь, что понятно. Ensuite, en la matière, выражение в этом вопросе, en effet, на самом деле, причем en effet, даже может служить как ответом, кстати, можете послушать, я вам рекомендую смотреть разные фильмы, передачи, чтобы вы смотрели, как они реагируют. Французы через раз говорят oui, а может быть, даже реже, что это значит, что они, у них есть очень много выражений того, как сказать, я согласен с тобой, да, например, что-то вы рассказываете, и человек не будет, скорее всего, говорить oui, как у нас иногда, хочется нам так сказать, он скажет, en effet, c'est ça, то есть, иногда они вообще не говорят oui, и вот en effet тоже, да, это так на самом деле есть, только да, не говорят, en effet уже в этом, в себе заключает. Дальше, survenir вдруг появится на поверхности, survenir, и 16, а на самом деле 34, pose de difficulté, кстати, difficulté s на конце, кстати, документ я переделаю, ошибка вот эта вот есть, вы его скачайте еще раз, чтобы там было исправлено, или сами исправьте, pose de difficulté, это представлять проблемы кому-то, делать проблемы кому-то, и теперь, вы, наверное, уже приутомились, напишите, утомились или нет, вы отдыхаете, я желаю, чтобы все отдыхали, и чтобы вот никто не смотрел на статью, я буду читать ее, а вы мне потом напишите, как вы ее поняли, на сколько процентов, oniva, начинаем, оккейль, экономиз, 上面, твою, ¿Qué sabéis-vous? Les billets 1 euro n'ont pas de pluriel, argent. pacte. Le nom euro est invariable pour que ce mot de paiement puisse circuler dans l'ensemble de l'Union monétaire. Publiée le 30 avril 2020 à 10h45. Mise à jour le 30 avril 2020 à 10h45. 13 commentaires, 140 partages. Если язык французский добавляет на маркер на плаве евро, левида не имеет, вовремя, никакой трансфер. Он так называет евро, несколько миллионов или миллионов, в случае ситуации, что он имеет tendance, чтобы уникать на ману европейную, в самом деле, евро. Это язык французский добавляет на « с» когда этот термин был использован в плаве. Субтитры делал DimaTorzok « Pourtant, au temps du franc, pièce, billet, porté, bel et bien la marque du pluriel. » Cette petite bizarrerie vient en réalité d'un souci de traduction. Ce n'est autre que la Banque de France qui s'en explique dans un fascicule publié en 2002 et destiné à répondre à toutes les interrogations liées au passage à la monnaie unique dans l'Union européenne. Sur les billets et les pièces, le nom euro est invariable parce que ce mode de paiement doit circuler sur tous les territoires des 12 pays de l'Union monétaire. Aujourd'hui, on compte 19 États dans lesquels les règles du pluriel diffèrent. Outre cette nécessité d'uniformité qui a également conduit à adopter le mot invariable sur les pièces étrouges est impillé 2,1 euros et 5,1 euros, un second problème de traduction est survenu en matière. C'est en effet le mot « 100 », le nom officiel de la subdivision de l'euro qui a posé des difficultés aux autorités françaises. Comme préconisé par la Commission générale de terminologie et le Conseil national de la consommation, pour éviter des homonymies gênantes pour la compréhension et donc l'usage comment de la monnaie, le terme « centime » doit être utilisé en France, précise la Banque de France. Pensez-y la prochaine fois que vous reporterez le montant de votre achat en toutes lettres sur un chèque. Et voilà, j'ai fini. Что хочется сказать? Бывает, что много грамматики, но смотрите, если уровень у вас A1+, то много грамматики, разумеется, потому что она, в принципе, начинается уже практически тут с A2, всё, не считая какие-то выражения, которые универсальны, то есть ты можешь знать их на A1, не совсем, наверное, употреблять хорошо, но, по крайней мере, познакомиться с ними можно. А если уровень B2, там мало будет грамматики, то есть повторение может быть, а иногда даже не повторение, просто человек, который нас смотрит, будет пропускать. Так что вот такой на французском есть слово «veir», «éventail», «éventail de règles de grammaire et de remarques», то есть вот такой «veir» вот этих вот грамматических правил и моих комментариев позволяет сделать так более-менее, чтобы каждый, который смотрит наше занятие, смог найти для себя что-то полезное. Разумеется, вы просто не обращайте внимания на некоторые вещи, которые уже не входят в голову и пока вот рано, значит, им. Ибья, 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 значит, мы с вами отработали наш дополнительный цикл, мы заканчиваем его, потом посмотрим, будем ли продолжать, на следующей неделе цикла не будет. Пишите ваши комментарии, отзывы на страничке обязательно франкотеки и на нашей страничке в разделе «Отзывы». Будем делать какие-то анализы, да, смотрите, повторяйте все, что было, было интересного. Что вам еще интересного рассказать? Да, видео у нас много на странице YouTube, так что можно там, в принципе, не скучать. Если вдруг интересно, у нас курс перевода стартует завтра, по-моему, то есть можете тоже для, но он платный, посмотреть. Это для тех, кто хочет вдруг работать как синхронный переводчик с Натальей Ливандовской. Потом на следующей неделе с Натальей Ливандовской будут бесплатные занятия. Я забыла, как же, что это. В общем, там будет как разговорный клуб. Будет интересно, мы скоро дадим анонс. Вы подписывайтесь тоже, смотрите на страницу, на нашу. Что вам еще интересно сказать на прощание? В общем, следите за новостями, будет очень много интересных мероприятий. И по новым курсам вам, наверное, расскажет франкотека. И, да, кстати, да, забыла. Напишите, пожалуйста, сколько понимания текста у вас в начале и в конце через дробь, чтобы мы... Вижу, что... Елена мне напомнила, что вот 30, 60, 80, 100... Валя! 50, 95 у Стеллы. Если найдутся силы, продолжайте. Ну, это действительно, это час до работы, час сейчас. И потом еще все это немножко оформить. И еще это несколько людей делает. Мы будем искать себе силы. Пар Горького, спасибо, Наталья. Пар Горького у нас будет в это воскресенье в 16.00 по Москве в прямом эфире на канале YouTube. Да, так, merci, merci, проценты, проценты, пардон, проценты пишем. Анна, 20, 60, Наталья, 80 и 1000, Алиса, 80, 100, супер, супер, Наталья, 70, получилось, а было 30, супер. Ну, слушайте, замечательный результат. В общем, не могу все с вами расстаться, но надо. До скорого, ждем ваших комментариев, отзывов и делитесь информацией о нас, ставьте лайки и подписывайтесь на все, что можно. До скорого. Уву-вах.